Мы подключаем к нашему эфиру Петра Андрющенко, советника городского главы Мариуполя. Петр, здравствуйте, рады вас видеть, спасибо, что нашли время. Доброго утра. Доброе. Петр, первый вопрос. Смотрите, ну, дата 9 мая, хотим мы того или нет, все равно это такая сакральная дата для Путина и для всей этой кремлевской своры. Скажите, пожалуйста, в украинском Мариуполе что готовят оккупанты, есть ли какая-то информация, какие-то заметки, зацепки? Заметно ли то, что готовят они именно на эту дату в украинском Мариуполе? Ну, действительно, мы видим, что по видобеси шагает Мариуполь вместе с россиянами в сумасшедших размерах. Опять будут они таскать огромную георгиевскую ленточку по городу, как это было ровно год назад. Готовят ту же самую площадь, красят там памятники, собираются зажигать вечные дни. В общем, все, вот это вот карнавал Дня Победы, он, безусловно, идет по городу, начали вытаскивать каких-то несуществующих ветеранов, даже их привозить, выпускать сюжеты. Снова-таки, да, буквально сегодня видел какой-то ветеран из Мариуполя, говорят, он явно не мариупольский, рассказывает, как он участвовал в боях за Мариуполь в 1941 году еще. Ну, просто, наверное, никто не хочет подружиться с калькулятором, да, банально посчитать, что человек, который мог принимать участие в боях в 1941 году за Мариуполь, ему на сегодняшний день минимум должно быть 98 лет. Но показывает какого-то мужчину 70-80 плюс, да. Поэтому, действительно, в полном объеме пропагандистская машина эксплуатирует Мариуполь, собирается эксплуатировать сейчас под ударом, в первую очередь, дети. Идут те самые пропагандистские часы, которые они называют уроки мужества, разговоры важные и так далее, и так далее, и так далее. Дети начинают снова, возвращают их в русские нарративы Дня Победы. И Великое Отечественное, а не Второй мировой. Поэтому, к счастью, к счастью нашему, все-таки деткам достаточно долго и популярно учили их настоящие истории. Поэтому не сильно оно работает. Счастья от встречи Дня Победы нет. Местные в абсолютном большинстве нашего Мариупольца тоже никакого Дня Победы, в общем-то, не ждут. Потому что это просто издевательство над горожанами на фоне руин, да, устраивать этот вот святотатство. Поэтому, как-то так. Петр, в том году мы помним, что на временно оккупированной территории Юга Украины завозили актеров, гастролеров, которые делали массовку на 9 мая, бегали с красными флагами, потом их автобусами увозили. Что-то подобное, возможно, в Мариуполе планируется на этот год? Есть ли у вас информация? И вообще какое-то шествие, какие-то акции планируют оккупанты проводить? Нет, никаких глобальных там шествий не планируют, ссылаясь на безопасность. Отменили на всей территории Донецкой области тот самый Бессмертный полк и все остальные массовые гуляния под вопросом. Скажем так, да, скорее всего, их тоже отменили. Но с точки зрения массовки, ну, мы, точнее, проблемах в Мариуполе не хватит. Если местных, можно взять строителей, их 40 тысяч там с плюсом, они уже семьи перевозят. Поэтому всегда можно устроить любое шествие в огромном объеме, показать его по телевизору и сказать, что мариупольцы радостно встречают 9 мая. На самом деле вся составляющая на 90% будет из граждан Российской Федерации. Опять же, не стоит забывать тот глобальный обмен ресурс в состоянии той репрессивной машины, которая существует в городе, когда просто людей могут заставить выйти на любые акции, как это, в принципе, сейчас происходит. Мода у нас вернулась на субботники, каждый день субботник. Поэтому пропандистская машина работает именно на это. Скажите, пожалуйста, Петр, вот появилась информация от заместителя начальника главного управления разведки Вадима Скибицкого относительно того, что, вот позволю себе процитировать, россияне готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов, причем к круговой обороне. Петр, можно ли говорить о том, что сейчас, если говорить о украинском Мариуполе, то оккупанты пытаются доставить военные грузы, что идет стягивание техники. Одним словом, чувствуется ли подготовка к той самой круговой обороне? Безусловно. Вопрос даже не только и не столько в транспортировке техники живой силы. Это стандартная ситуация уже стала для города. Город все-таки большая военно-логистическая база для россиян сейчас, поэтому транспортным потоком постоянно отслеживаем. То, что говорит о круговой обороне, в первую очередь, это, безусловно, строительство оборонных сооружений вокруг города, причем практически впритык к границам. Но, кроме того, строительство таких же фортификационных сооружений не шумило оборону внутри города. В районе каждого моста, который соединяет Кальчик, Кальмус, который соединяет правобережье или выбережье города, строятся укрепления, срываются ОПС, ставят противотанковые РВ, оборудуют огневые точки. То есть то, чего никогда не было. Поэтому россияне готовятся не просто к круговой обороне города, они готовятся еще и к битве за Мариуполь внутри города. Опять же, мы видим строительство, которое происходит местами, там, где заказчиками, строителям есть Министерство обороны России, и оно идет как раз по линии наиболее вероятного наступления, собственно, украинских вооруженных сил. И, пожалуй, это пока что единственные микрорайоны, которые начали заселяться. То есть все это говорит о том, что кроме естественных и сооружений военных, еще формируют изначально живущие. Петр, хочу с вами вот еще о чем поговорить. Путин недавно снимался в пропагандистском ролике, где якобы запускал работу трамвая в Мариуполе. Выглядело это ужасно, лицемерно. Советский покрашенный трамвай с шариками воздушными, на фоне него сидят ветераны. Стоит этот Денис Пушилин, глава так называемой ДНР, военный преступник. Я лично помню, что по Мариуполю ходили, кстати, до начала полного штабного вторжения, новые трамваи иностранного производства. Ну, в общем, все понятно для тех людей, которые знали Мариуполь до 24 февраля, что происходит. Объясните, какая ситуация с логистикой, с городским транспортом, что вот им приходится хвастаться, приглашая Путина на открытие, даже, я не так понимаю, трамвайные линии, или просто трамвай пустили. Вот можете об этом рассказать? Конечно, с транспортом огромная проблема, с общественным, потому что фактически костяк транспорта составляют, как ни удивительно-то, автобусы купленные, еще нами закупленные, те, которые выжили все-таки, их там порядка 15-16 штук, часть автобусов завезли из Санкт-Петербурга, ну, это вообще мусор просто бэушный, который не нужен даже Санкт-Петербургу, МАЗу, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, проблема заключается в том, что основная проблема даже не в передвижном составе, а в том, что нет водителей, которые могут обеспечить необходимую работу транспорта, низкая зарплата у водителей, опять же, поэтому никто даже не хочет идти учиться, потому что такая ситуация, а большая часть водителей выехала в эвакуацию, поэтому некому водить общественный транспорт. То, что касается трамвая, безусловно, это запущена одна ветка, одна линия, действительно хвастаются. Первый трамвай в городе был запущен вообще в 1933-м, вот они повторяют 1933-й год, 90 лет назад, на самом деле, с таким смешным открытием по телевизору. Но, кроме этого, есть еще один нюанс. Во-первых, это всего лишь 13 вагонов, которые, опять же, остались, выжили после блокады. Это не завезенные россиянами, это восстановленные и покрашенные вагоны украинского Мариуполя, собственно. И самое интересное, что нет никакого логистического смысла в этих трамваях с учетом этой ветки, потому что она ровным счетом не решает никакие вопросы. Это, опять же, связано с тем, что в результате уничтожения города, уничтожения центра города, естественно, логистика городская, она нарушена. И нет смысла, эта трамваь связывает Кальмурский центральный район, а фактически нет смысла жителям центрального района ехать в Кальмурский район, а Кальмурского в центральный, потому что сейчас каждый район города превратился в такой мини-город, да, абсолютно автономный, не связанной ни общей работой, не связанной там общей торговлей, собственно, ничем. Поэтому никакого глобального смысла, кроме пропагандийского ролика, чтобы Путин пустил этот трамвай, причем вместе с Бегловым. Не зря они там в Петербурге все это делали. Чистая пропаганда. Петр, скажите, пожалуйста, очень бы хотелось обсудить с вами, конечно же, тему Азовстали, на самом деле, символ украинской несокрушимости, на самом деле Азовсталь – это отдельный пласт этой страшной войны, которую развязал Владимир Путин. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас там ситуация, во что превращают, оккупанты пытаются превратить украинского Азовстали, это первое. Второе, насколько известно по открытым, по крайней мере, источникам, есть там определенные моменты со взрывами, довольно-таки негативными, для вражеских войск, для оккупантов. Одним словом, поделитесь, пожалуйста, ситуацией вокруг имена Азовстали. Ну, касаемо взрывов, сразу начиная с главного, да, мы между собой говорим о том, что наш Азовсталь до сих пор мстит за Мариуполь, оккупантом, поэтому, в принципе, статистика говорит о том, что практически еженедельно там от двух до шести человек оккупантов теряют оккупанты на Азовстали в процессе разминирования. Смысл в чем? Они пытаются дубиться и построить, расчистить дорогу к подземному городу, фактически, да, который есть под Азовсталью, где частично укрывался наш героичный армезон, где частично укрывались, в том числе, и гражданские люди. Там гораздо большее разведление, вся эта внутренняя система инфраструктуры под Азовсталью. И оккупанты пытаются туда добиться. Для чего? Для того, чтобы обустроить там военную, по сути, базу, для того, чтобы хранить относительно безопасно комплекты, вооружение, технику, ну и так далее, потому что там действительно такая глубинная толщина, что можно сильно не переживать за БАО, скажем так. Поэтому для этого нужно провести разминирование. Вот в процессе такого разминирования постоянно мы слышим взрывы и постоянно, систематически, интеллируют там людей. Потому что, опять же, россияне даже своих не жалеют в процессе этого разминирования. Вчера, кстати, очередной раз четверо подорвалось русских оккупантов в процессе очередного разминирования. Судя по взрыву, это было что большое, вполне возможно, очередная авиабомба, не разорвавшаяся. Сейчас она находится в больнице в Мариуполе. Не факт, что они оттуда выйдут. Это одна часть, работа застали. Ну, и вторая часть, работа застали. Что с ним будет, и чего они хотят. Это, естественно, вырезать его на металлолом. Они уже передали, оккупанты передали, фактически, в управление людям из окружения Берлова, этого губернатора, Санкт-Петербурга и области, там, Мининградской. И фактически, опять же, для этого необходимо разминирование. Поэтому саперы, которые, опять же, в отношении русских к украинцам, основная часть саперов, которые работают на застали, это так званые ДНРовцы, то есть бывшие наши сограждане, жители Донецкой области. Но для россиян даже в таком варианте они остаются людьми второго сорта, не русскими, не россиянами. И поэтому их тоже используют даже на разминирование как кушечное мясо. И хочу последний вопрос поставить, Петр. Завезенные из России в Мариуполь строители, о которых мы как раз говорили, которых могут использовать для любых акций, вот передают СМИ, грабят квартиры местных жителей. При этом местная так называемая МВД, нелегитимная, которая представляет якобы роль правоохранительных органов, говорят, что у них есть задача не трогать завезенных людей, потому что они здесь для важных задач. Что вам об этом известно? Расскажите, пожалуйста. Действительно, абсолютно безнаказанность для граждан России царит на территории города. Единственное, когда начинают смешиваться полицаи либо же военная комендатура, которая фактически больше отвечает за поддержание правопорядка между гражданами России, это если совершено какое-то преступление или правонарушение россиян в отношении россиян, тогда еще есть какая-то реакция. Если россияне что-то делают в отношении мариупольцев, в отношении граждан Украины, их просто не трогают. Это касается рабежей, мародерства, это касается волны изнасилований, это касается насильственных преступлений, поножовщины. Все это просто расцветает в городе, безусловно, абсолютно, при абсолютной безнаказанности, безнаказанность рождает безнаказанность, преступность и общественная безопасность. Это такие понятия, которые, в общем, преступность, русская преступность уничтожила всю общественную безопасность в городе, для граждан Украины опять же, и для граждан России в общем-то тоже, поскольку все эти разбирательства ни к чему не приводят. И это действительно идет по нарастающей. Чем больше их приезжает, тем хуже становится ситуация, потому что с одной стороны рабежит, с другой стороны потом вечером начинается употребление алкоголя, после алкоголя начинаются пьянки, гулянки, драки, скандалы и так далее, и так далее. Если в начале оккупации их было не так много, они жили все-таки компактно, отдельно от Мариупольца, и Мариупольцы там не выходя на улицу, просто самоизолировались от общения, то с той волной, с тем количеством которых их сегодня в городе, ну это просто невозможно, поэтому все же утре оно все смешалось, и фактически наши горожане, наши украинцы обновились в эпицентре всего этого. Да, на самом деле грустная ситуация. Петр, спасибо вам большое, что нашли время. Весь цивилизованный мир, все понимают, что Мариуполь это Украина, это безусловно так, поэтому держим кулаки, что все будет хорошо, и с вашей помощью будем показывать правду всему миру. Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя, был в эфире телеканала Freedom. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Продолжение следует...